Дома как люди У каждого своя судьба. У кого счастливая, у кого не очень. В наших силах коренным образом изменить ситуацию и вернуть памятникам архитектуры, если не первозданный, то близкий к историческому облик. Некоторые здания в Иванове не назовешь иначе, чем объектами печального наследия. Усадьба фабриканта Витова до недавнего времени относилась к их числу, пока у дома не появился новый собственник, взявший на себя все тяготы по восстановлению особняка. Я ехала мимо, так как недалеко я здесь живу, и вот просто повернула голову, и он мне сказал этот домик, привет, и все. И вот вы знаете, как пробило, вот все. И я стала заниматься, мне сначала говорили, что вряд ли получится с покупкой этого дома, потому что это выявленный объект, наверняка обременен какими-то судебными. Но оказалось, что хозяева были, московская фирма перекупила, и они сошлись в цене, и они мне продали этот дом. Взяться за реставрацию порой помогает лишь железная воля и вера в собственные силы. Особня купца Ясинского на улице Арсения тоже дождался лучших времен. В короткий срок реставраторы сделали здание пригодным для использования. Я всегда сравниваю здание с человеком. Если человек, у него сырые ноги, и на голову постоянно капает вода, дождь, снег, то человек со временем заболеет, скорее всего. Так же и здание, если проблема у него с крышей, с фундаментом, вода постоянно, оно заболеет, и нужно что-то решать. Во время реставрации специалисты каждодневно сталкиваются с непростой задачей – восстановить утраченные элементы декоративного оформления зданий. Здесь на помощь приходят кузнецы и плотники. На примере этой мастерской можно понять, как 200 лет назад создавали металлическое кружево. Каждый предмет, изготовленный в кузнечном цеху, мастер вкладывает душу. Стараемся все делать вручную, для того, чтобы передать истинную историческую ценность, чтобы передать историческую неровность. Ту информацию, которая несет в себе памятник. Какими способами делали, чем делали мастера прошлого. Сейчас в основном идет штамповка, заводское изготовление. Оно, конечно, эту историческую ценность не передает. Она получается бездушная и немая. Рассказать о своем прошлом архитектурные памятники могут немало. Порой только реставраторы могут подтвердить или опровергнуть данные о достопримечательностях, овеянных легендами. Так устоялось мнение, что деревянная Успенская церковь в Иванове сделана без единого гвоздя. Но во время реставрации выяснилось, что под обшивкой сотни самых обычных стальных гвоздей. Технология изменилась. Естественно, что гвозди стали появляться. И чем ближе к современности, тем в большем количестве. Но сейчас, видимо, не требуется абсолютно точное создание старого типа конструкций. Главное, как выглядит объект. Мы же ведь не требуем сейчас, чтобы церкви залучили над плуральным золотом. Иногда реставраторам открывается то, о чем умолчали краеведоисторики. Например, старинные технологии, используемые при строительстве. Под многочисленными слоями краски в штукатурке в здании Шуйского литературно-краеведческого музея имени Бальмонта прятались куски угля. Заготавливали заранее куски больших угля, вставляли в штукатурку для адгезии. Но для того, чтобы если здание намыкало, тогда уголь берет на себя функцию подсушивания. То есть он в себя впитывает логой и постепенно отдает. И поэтому все это дело не мокло. И сегодня реставраторы, как и мастера древности, бережно хранят традиции и передают их от поколения к поколению. Редкая профессия продолжает жить. А вместе с теми, кто возвращает памятникам утраченный облик, продолжает жить и наше культурное наследие. Сохранить не подревожив, воссоздать не навредив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова